приветствую всех вы на канале след истории сегодня речь пойдет про то как сталин сказал берии убери эту вшивую про девочку у себя на руках эта фотография в народе уже более 70 лет называется сталин и мамлокат на самом деле на руках вождя сидит бурятская девочка геля маркизова эта фотография в народе уже более 70 лет называется сталин и мамлокат и мало кто знает что на руках у сталина вовсе не мамлокат на руках вождя сидит бурятская девочка геля маркизова таджикская девочка мамлокат стоит на другой фотографии за спиной у сталина рано сформировавшаяся девочка в платке с простым крестьянским лицом получившую за ударный сбор хлопка орден ленина девочка на руках вождя в силу своего малого возраста никак не могла собирать хлопок ей на фотографии 5 лет уважаемые зрители мы знаем что нас смотрят 95 процентов людей без подписки просим вас подписаться на наш канал для вас это ничего не стоит а нам это поможет в продвижении также ставьте лайк этому видео это поможет в продвижении этого ролика и его увидят больше людей геля энгельсина орданов на маркизова чешкова родилась в 1931 году в семье наркома земледелия бурят монгольской республики ее отец в 1937 году был арестован объявлен японским шпионом и расстрелян а мать сослана в казахстан и там погибло геля прошла через советские дедома и спецприемники где никто не верил что она есть та самая девочка с фотографией а сама фотография сделана 27 января 1936 года на приеме в кремле куда ордан маркизов приехал с дочкой гелей девочка понравилась вождю он взял ее на руки кто-то сфоткал и пошло поехало заработала пропагандистская машина когда же стало известно об аресте бурятского наркома все вокруг начали говорить что на руках сталина девочка по имени мамлокат ведь к тому времени с фотографии вождя с дочерью опального наркома маркизова на руках было изготовлено не поддающиеся учету количество плакатов картин статуи и прочих агитматериалов изъять их не представлялось возможным поэтому идеологи под шумок решили переименовать ненадежную гелю в крепкую крестьянку мамлокат жизнь гели сложилась более-менее удачно из дедома ее забрали родственники матери она получила образование работала в институте востоковедения ран счастливо вышла замуж уехала работать за границу пол жизни проработала в индии стала доктором наук скончалась в 2004 году на отдыхе в турции есть забавная жизненная деталь держа девочку на руках и ласково улыбаясь в объектив фотоаппарата сталин сказал берии мамашори як теле они слова любимого вождя сказанные на незнакомом языке геля трепетно хранила в памяти многие годы и пронесла сквозь все испытания но их смысл она узнала только когда уже стала взрослой по-грузински они означают убери эту вшивую а а а а а Продолжение следует...